Где-то летом растут овощи на грядках, где-то столбики термометров, а у ивановцев – ОДН. У жителей 102-го дома по улице Куконковых, например, всего за месяц плата за электроэнергию, употребленную на общедомовые нужды, выросла почти в два с половиной раза. Увеличение связываем с чем? Потому что управляющая компания хочет нажиться за счет дома. Вот только единственное, что это самое. Откуда вот эти цифры-то берутся? Вообще непонятно это самое. Допустим, вот платить 136 рублей и сразу 300 с лишним рублей платить это самое. Валентина Викторовна показывает две квитанции. В прошлом месяце ОДН 180 рублей, в этом уже 415. Почти четверть от всего счета за электроэнергию женщины составляет общедомовая плата. Неужели столько потребляют несколько подъездных лампочек? Всего лампочек 9 и плюс 2, 11 лампочек. Ну и еще вот эти вот светильники, которые у подъезда. Больше никакого освещения нет, никаких приборов тоже нет. Считаем приблизительно. Берем среднюю плату за ОДН, как у Валентины Викторовны, 400 рублей. Умножаем на число квартир в доме. Их 89. Получается, все жильцы платят за общедомовое освещение почти 36 тысяч рублей. А теперь делим эту сумму на 11 лампочек. Получается, одна в месяц нажигает на 3 с лишним тысячи рублей. А ведь в многоэтажке есть общедомовые приборы учета. Можно проверить правильность начисления. Вот только ОДН жильцам считали не по показателям прибора учета, а по нормативу. Его ввели с мая этого года. И, вероятнее всего, именно в этом причина такого существенного скачка. До 1 июня 2017 года правительство обязало региону установить новые нормативы на ОДН, так называемые. И в связи с этими изменениями, я полагаю, происходят обращения граждан. То есть они были и с начала года, и сейчас мы продолжаем их получать. Хотели как лучше, а получилось, что от введения норматива пострадали ответственные жильцы. В домах, где раньше электроэнергию экономили и добивались низкого показателя ОДН, платить стали больше. Плюс, по новым правилам, в плату теперь входят не только подъездные лампочки, но и площади подвалов и чердачных помещений. За все это экономным домочадцам тоже приходится платить. Причем неважно, сколько на технических этажах электроприборов. В новом постановлении, которому мы установили нормативы с 1 июня, мы это примечание тоже включили. И возможно, для тех домов, в которых есть и чердаки, и подвалы, то есть как раз это, может быть, и привело к росту платы. Если у жильцов сумма указанной квитанции вызывает вопросы, они имеют полное право обратиться в адрес управляющей компании или ЖСК, ТСЖ, которое произвело эти начисления, и попросить их предоставить полностью расчет, расшифровку с указанием и площади, которая была использована, и нормативов, которые они использовали, и тарифов. Даже если ОДН рассчитан по нормативу правильно, экономии и тарифные новшества явно не способствуют. Это жильцы дома уже поняли на собственном примере. Когда в подъезде сломался выключатель, хозяева квартиры обратились в управляющую организацию, чтобы починили. Звоню, а мне менеджер отвечает. Соединили меня с менеджером, отвечает. А вы что беспокоитесь? Вы платите по тарифу. Пусть броют того, что горит и горит. Вам какая забота. Предложение дать право выбора жильцам, начислять ОДН как прежде по счетчику в домах, где этот показатель меньше норматива, поступило еще в марте этого года. Вопросом озаботился лично губернатор региона. Управляющим компаниям Варенской области при расчете платы за ОДН, если объем потребления коммунальных ресурсов в доме ниже норматива, считаю, следует начислять платежи по фактическому объему потребления. Конечно, соблазн велик за счет ОДН покрыть свои небалансы. Надо прекратить эту практику, когда все потери и перерасход перекладываются на плечи собственников жилья. Это задача управляющих компаний и их зона ответственности. К рекомендациям управляющие компании прислушиваться не спешили, но теперь придется. В жилищный кодекс наконец внесли изменения. Обещанного пришлось ждать пять месяцев. Теперь собственники могут выбрать способ начисления, а значит ОДН станет меньше. Вот только переплаты за эти пять месяцев жильцам уже не вернуть. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.